Привет, мои хорошие! С вами Селена Свеи. Сегодня хочу поднять тему отношений на расстоянии и рассказать свой опыт и рассказать вообще, существуют ли такие отношения. Сижу в парке Островского. Как всегда, очень сложно найти место тихое, чтобы не было людей. Кругом люди, все идут и смотрят, поэтому я немножко буду смущаться. В общем, не буду смущаться, я буду работать над собой. Ой, я же все-таки блогер, и блогеры все снимают во всех местах разных, поэтому надо учиться. Немножко будет пошатываться экран, потому что я на селфи-палку еще снимаю. Сегодня я не продумала, спонтанное видео. Итак, что я могу сказать про отношения на расстоянии? Знаете, до этого я считала, что отношений на расстоянии не бывает, и в принципе я считаю, что, наверное, это очень-очень сложно, иметь отношения на расстоянии. Но это возможно, именно потому что, как бы у меня и раньше были отношения на расстоянии, но я заметила, что очень много зависит от причин. От причин, почему эти отношения на расстоянии, почему вы не вместе. И если причины такие, которые вы действительно не можете изменить, или причины такие, которые, знаете, такая, ну как бы серьезные причины, то это, конечно, смягчает отношения на расстоянии, если видится горизонт того, что вы будете вместе, как бы, да, и все серьезно. Но вообще я считаю, что на самом деле очень многое зависит, вот я буду говорить как девушка, не как мужчина отношения на расстоянии, да, все зависит от мужчины. Если это отношения на расстоянии, то, что он далеко, и то, что вы не вместе, это единственный минус у него, то отношения на расстоянии получится. Потому что я считаю, что на расстоянии отношения это еще более трудоемкие, потому что вы не видите друг друга, вы не чувствуете друг друга, а рядом ходят также, да, мужчины, там, и девушки рядом, допустим, с вашим мужчиной ходят, и это очень сложно. Что я считаю главным критерием для того, чтобы отношения на расстоянии получились? Вы знаете, я заметила, что многое зависит от человека, потому что есть люди, и я считаю, что это довольно-таки часто, как я со своими подружками общаюсь и так далее, да, довольно часто, когда мужчина находится с вами рядом непосредственно, вы можете даже жить вместе, но он для вас очень далекий, да, вы ему что-то говорите, он вас не слышит, нет какого-то взаимопонимания, да, нет какой-то внимательности к вам, и это очень важно. И если мужчина это умеет делать на расстоянии, то есть, да, он должен постоянно звонить, он должен приучить вас к тому, что он постоянно на звонке, что он постоянно рядом, интересоваться где вы, что вы, вы должны чувствовать, что вы ему нужны, важны. Ну, естественно, то же самое, как бы, и вы к нему проявляете. Но вот мой мужчина, я проявляю то же самое к своему мужчине, потому что он для меня во всём идеальный, то есть в нём есть всё. Ни один мужчина, который находился со мной рядом, не имел тех качеств, которые имеет мужчина, который на расстоянии. Поэтому мне все равно, на расстоянии он, или, грубо говоря, рядом со мной, я буду верна ему, я буду точно так же любить его, относиться к нему трепетно. И мне никто другой не нужен абсолютно, потому что мой мужчина идеальный. Ну и что, что он далеко? Я дождусь, у меня есть трепение, и мы будем вместе когда-то. То есть это не так, что на всю жизнь далеко, хотя кто знает, может быть, и это было бы даже не помеха. Но, тьфу-тьфу, все равно хочется быть вместе. А я считаю, что все это создал он, все это создал он, потому что он дал все, он ближе, чем можно вообще почувствовать другого, любого человека, который находился когда-либо со мной, или вообще когда-либо может находиться. Может быть, какие-то девушки меня поймут, которые имеют отношения, и нет взаимопонимания какого-то с мужчиной, вы там смотрите по сторонам где-то, он может быть не идеальный, да, и проходит любовь из-за этого, претензии какие-то взаимные, и так далее, и так далее. Вот, поэтому, что я сейчас могу сказать, что я также продолжаю не верить, конечно, в отношения на расстоянии, потому что я считаю, что такие мужчины идеальные, грубо говоря, да, они очень редкие. Поэтому, скорее всего, в 90% я скажу, отношения на расстоянии какая-то фигня. Но если отдаться в подробности, и если девушка будет говорить о том, что вот так и вот так, все сравнительно там, и так далее, все идеально, то, скорее всего, я могу поверить в это, потому что собственный опыт говорит мне о том, что в это можно поверить, это может быть, и семья может быть на расстоянии. Поэтому, если у вас вдруг какие-то отношения на расстоянии завязываются, главный вопрос, который вы должны задать себе, нравится ли мне то, в чем я сейчас нахожусь, и хочу ли я быть с этим человеком, да, устраивает ли меня? Я каждый день себе задаю этот вопрос, и каждый день я говорю, что меня все устраивает, это то, чего я хотела, и другого я не хочу. То есть желание у меня теперь только внутри семьи нашей, желание быть вместе, желание, чтобы то было или это было, да, но никак не желание, чтобы у меня был какой-то другой человек, который дал бы мне что-то, что было, например, в предыдущих отношениях. Поэтому вот это важный критерий. И не бойтесь отношения на расстоянии, ничего, может быть, вы один из тех единиц, человек, у которого тоже получится отношение на расстоянии, и потом, когда вы встретитесь, все будет perfect. Поэтому желаю вам удачи, желаю вам любви, взаимопонимания, и будьте счастливы. А с вами была я, Селена Свей, увидимся в следующем видео. Пока-пока. Две дороги, две судьбы идут в один момент, и сегодня я и ты ведем эксперимент. Сто преград, один барьер, железная стена, все равно я верю, что...